Вы знаете, я нахожусь в безумно красивом месте. Вот если сейчас вам Стас покажет немножко, да, вот чуть-чуть поверни вот туда. Такие красивые горы, очень красивая природа. Это Крым, это горы. Возможно, час тому назад мы катались на осликах, это был мой опыт. И вы знаете, я уже неделю нахожусь в Крыму. Я учусь, я учусь принимать, я учусь доверять. Я понимаю, что это не так уж просто перестать сопротивляться, но нужно учиться. Я учусь, как бы, перестаю сопротивляться. Я учусь доверять, потому что всегда привыкла, как бы, все делать сама, а иногда нужно просто довериться ситуации, довериться людям. Если тебе сказали делать некоторые вещи, да, вот, допустим, Жанна, это мой тренер в бизнесе, я должна слушаться, и я должна просто быть хорошей ученицей, потому что никогда не будет хорошего учителя до тех пор, пока ты не станешь хорошей ученицей. Поэтому эту неделю я была хорошей ученицей. Я стою возле дерева, да, вроде бы такое, да, старенькое дерево, но она дает плоды. Вы знаете, в одной книжке написана удивительная вещь, что зелени, да, сейчас она просыпается, весна, все просыпается, зелени, деревьям нужна влага для того, чтобы они росли. А человеку нужна мечта, чтобы этот человек был человеком. Потому что очень многие люди живут без мечты. Вы знаете, про них говорят, в этом теле когда-то жил человек. Меня окружают люди, которые горят своей мечтой, которые хотят, которые делают. И я пожелаю всем вам, кто меня сейчас видит, слышит, услышал, я пожелаю вам мечтать, дерзать, бороться и всегда находиться в кругу тех людей, которые тоже мечтают, хотят, борются, развиваются, добиваются, падают, поднимаются. Тех людей, которые живут этой жизнью, они ждут следующего шанса. Сегодня я понял, что с одной стороны у ослов есть очень хорошее качество, это упрямство. И в бизнесе нашем тоже очень это качество помогает, потому что мы встречаемся со многими трудностями, со многими проблемами, особенно в начале построения нашего бизнеса. И здесь очень важно устоять, очень важно быть вот этим упертым к своей цели. Несмотря ни на что, если даже кто-то тебя пытается увезти с этого пути, родные даже, близкие, друзья, надо быть подобно этому ослугу, прямому. То есть идти четко к своей цели и не бояться. Я думаю, что это один из самых больших секретов в этом бизнесе, потому что в нашем бизнесе преуспевают не самые быстрые, не самые, может быть, умелые, а самые упертые. И я для себя сделал этот вывод, что это нужно качество в себе развивать. Ну, это я хотел бы пожелать всем, кто думает сейчас, стоит перед каким-то выбором, либо уже начал этот бизнес, но переживает, получится ли у него это. Подобные мероприятия, которые сейчас у нас происходят, мы выехали вместе с партнерами в это прекрасное место, оно еще показывает нам, что наш бизнес – это и наша жизнь, оно в целом, как бы, это какой-то определенный стиль жизни. Надо уметь видеть во всем какие-то уроки извлекать, во всем видеть какие-то положительные вещи. И сегодня мы этому учимся, вот сидим на таких прекрасных животных. Так что всем желаю упрямства, такого же, как у ослов в бизнесе. Сейчас было сильнейшее обучение. Я и еще 11 человек вместе со мной, мы находились в личностном пространстве сильнейшего лидера компании Жанны Платоновой. Для меня это было честь и привилегия находиться в этом окружении. Почему? Потому что я не могла допустить мысли. Я в бизнесе нахожусь всего лишь 5 месяцев. И 5 месяцев назад у меня и мысли такой не было, что я смогу быть допущена вот в этот круг. У меня за плечами бизнес, сетевой опыт порядка 6 лет. И за 6 лет работы в предыдущем проекте я не смогла, хотя был уровень, быть допущена в какой-то определенный круг. Здесь, если ты работаешь, если ты даешь какой-то оборот, если ты являешься сильным человеком, то, видимо, тебя как-то определяют. Я не знаю, в силу каких своих проявлений я к этому кругу допущена. Для меня это секрет. И пока я его еще для себя не открыла. И при этом при всем я уже здесь. Что дала эта неделя? Эта неделя просто перевернула. Просто перевернула мое видение бизнеса. Неделю назад у меня было совсем другое отношение к бизнесу. У меня было совсем другое видение бизнеса. У меня было совсем другое видение работы, что нужно делать. Сейчас это все ложится по полочкам, все спокойно. Неделя начиналась очень сумбурно. Я проходила какие-то свои этапы развития своей личности в том плане, что были какие-то сопротивления, были какие-то внутренние споры, хотя внешние я их не проявляла. И первый день мне дался, ну, я не могу сказать, что очень тяжелый. При этом при всем мне составило большого труда для того, чтобы как-то успокоить эту энергию, принять это все и начать работать. И буквально сутки, и следующее утро началось уже совсем по-другому. Самое важное – это просто делать. Делать одни и те же вещи каждый день. Выработать себе эти привычки и относиться к этой работе как к игре, спокойно, с достоинством, играя, выполняя самые элементарные вещи. Сделай 20 звонков каждый день. Через три месяца твоя команда увеличится на 40 человек. Проходит рост своей личности. Это сильно. Почему? Когда мы что-то делаем, мы хотим сделать огромное и большое, и правильно. Но на определенном пути мы почему-то тормозимся. Почему? Я догадывался, и только Жанна открыла на это глаза. Это все у нас из детства. У нас есть маленькие комплексы. Недолюбили, недосчитали, недодали. Все это, ребята, у нас идет из детства. И чтобы шагнуть вперед, дальше, нужно просто сделать какие-то усилия. Я и сделал благодаря своим опытным наставникам, которые все это знают. Как все это решить, как открыть душу, просчитать вот эти все шаги и реализоваться. Вы знаете, я, как говорит мой партнер, а великолепный спонсор, Зелена Рыбальченко, я в захвате. Я горд, что я был с ними. Почему? Потому что, когда мы были в команде, я учился у каждого. Я не знаю, кому еще повезет в этой жизни, так как мне повезло на этой неделе. Но если у вас будут возможности, я бы рекомендовал. Почему? Потому что у вас просто поменяются взгляды на жизнь. Вот и все. Сейчас я нахожусь в замечательном месте вообще, в Крыму. Просто в роскошном месте, там, где оно называется «12 апостолов». И вот отсюда, именно отсюда, я хотела бы сказать вот что. Те осознания за эту неделю, которые у меня произошли, и те действия, которые мы вообще делали, да. И что в результате получилось. В результате получились у меня, естественно, расширилась команда, у меня зарегистрировались новые люди. И я поняла вот что. Что на самом деле в этой жизни надо рассчитывать на себя. Так же, как и в жизни, так и в бизнесе. Именно поэтому, если мы что-то хотим добиться, а мы хотим самых больших высот, и чаще всего у нас бывают самые амбициозные планы, но почему-то мы не рассчитываем на себя, а ищем какие-то где-то причины. Так вот, если сесть в личную работу и делать то, что рекомендует спонсор, и доверять, доверять тем действиям, которые рекомендуется, то все будет хорошо. Хорошо. Именно так и рождаются новые команды, именно так и получаются большие чеки, именно так получается все самое лучшее в нашей жизни. Поэтому доверяем, делаем и рассчитываем на то, что все-таки все действия зависят от нас, и результат зависит от нас. Всем спасибо, всех люблю, обожаю, и хотела бы очень сильно, чтобы вы были рядом со мной сейчас. И вот наступает время, когда ты понимаешь, что в жизни нет ничего более, ну, нет перспективы. И вот после того, как это время наступает, ты начинаешь искать что-то другое. На сегодняшний день я работаю уже полгода в этой компании, где то, что я ощущаю и то, что сейчас пришло ко мне, ну, это, наверное, за 10 лет ко мне не пришло в той, в другой сфере. Поэтому я хочу сказать, ребята, нужно как-то в этой жизни, ну, найти свое, добиться и вообще стремиться к чему-то. Тренинг, который у нас прошел буквально вот 5 дней подряд, ну, поднял просто невероятные результаты. Мало того, это школа, которая останется у меня в памяти, ну, наверное, как минимум на последующие несколько лет. Нам то же самое вот на этом обучении и в целом в этой компании дают, показывают, что нужно идти по вот той дорожке, которая проторена. Иди, бери знания, иди по этой дорожке, и у тебя все получится. Поэтому я каждому желаю попасть на такое обучение. Акжанни Платоновой – изумительный человек, изумительный лидер, который всю душу отдает. Совершенно разные цветы, да? Абсолютно разные. И вот она сумела разных людей собрать в один букет, изумительный коллектив. Людей, которые имеют общее направление, общее желание, общую цель. Это так важно. В чем, ну, что такое мелочь? Прекрасный сад, прекрасная погода, да, неделя работы. Но стимул не на один день. Поэтому я просто хочу сказать, Жаня, огромное. Я знаю ее 20 лет, то есть я знаю ее очень-очень давно. Ее, Олю. Я просто благодарна, я совершенно по-другому на этих людей взглянула. Спасибо им. Спасибо тем людям, которым я тут познакомилась. Поэтому, действительно, это будет необыкновенный коллектив. Я очень рада, что я его часть. Быть в окружении лидеров – это здорово, это важно. Именно от этого зависит развитие вашего бизнеса. Бизнеса в нашей такой потрясающей компании. Именно окружение лидеров делает нас сильными. Помогает нам быстро взрослеть в этом бизнесе. Помогает нам быстро стать востребованными, успешными, реализованными. Не только в нашем бизнесе, но и в жизни вообще. До новых встреч на вершине успеха. Я каждому из вас желаю попасть на вот такое лидерское обучение. Ближайшие лидерские обучения, они тоже планируются. Я каждому из вас желаю попасть на такое лидерское обучение. Будьте всегда там, где все происходит. Будьте в окружении лидеров, и у вас все получится. И как последняя точка вот в нашем лидерском марафоне сегодняшняя встреча с Ольгой Ниловой. Мы здесь вместе. Мы здесь, можно сказать, с женщинами, которые основали этот бизнес. Которые вынесли его на своих плечах и придали ему вот эту вот широту. этот громадный размах. Мне просто нет слов. Нет слов, ребята. Это ощущение полноты жизни. И все только начинается. Вот что особенно классно. И каждый, каждый, кто может оказаться в нашем потоке, может это ощутить и нести это дальше. Потому нужно много еще успеть сделать. Я говорю, каждого присутствующего здесь лидера. Потому что от каждого по изюминке взяла. И мне уже хочется быстрее домой это все в жизнь воплотить. И поделиться с командой. И опять приглашать новеньких команд. И уже совсем с другим, с другой платформы, с другим видением. Потрясающе. Очень благодарна за такой марафон. Я думаю, что будем... Это можно будет повторить не раз. Потрясающе. Теперь у меня есть в замыслах, как я это буду делать в своих командах. Здравствуйте, друзья. Многие годы я чувства имел такое внутри, что жизнь проходит мимо меня. Проходят годы, а жизнь проходит мимо меня. Но благодаря тому, что в этой жизни Лариса Балфитис встретила меня, нашла меня. И предложила мне этот бизнес. В моей жизни все изменилось. Не потому, что я стал зарабатывать деньги. А потому, что я встретился с людьми, которые изменяют меня самому. Помогают мне разобраться внутри себя. Помогают мне оставить все плохое, что запинает меня. И дают мне то, что мне помогает идти вперед, вперед и достигать успехов. Я желаю вам от всего сердца на своем пути жизни нам тоже встретить таких людей. И если они встречаются, не отказывайтесь от них, потому что они меняют нашу жизнь. Они дают нам силу идти вперед. И дают нам возможность, которую просто грех не использовать. Удачи вам. Прислушивайтесь, присматривайтесь к своей жизни. И не упускайте те шансы, которые каждый день дает вам Бог. В первую очередь, в свое время, у меня жизнь такая была очень сумбурная. Меня кидало и бизнес, меня кидало и на госработы. И я просто сделал вывод, придя к такому времени своему, времени, когда мы делаем переоценку каких-то ценностей, что мне в жизни постоянно чего-то не хватало. Я не мог себя не реализовать, не реализовать свои внутренние способности, какие-то внутренние данные. И постоянно находился в поисках. В поисках новой работы, в поисках нового бизнеса и так далее и тому подобное. Но ничего мне в жизни почему-то не получалось. И когда мне предложили компанию, я как бы изначально отнесся, ну, как взрослый человек, не совсем всему уже доверяешься. Постоянно в жизни обманывали, постоянно происходили какие-то неприятные моменты в жизни. И отнесся довольно-таки скептически. Естественно, все мы хотим жить лучше, все мы хотим материально быть богаче. И, естественно, когда пришел я в эту компанию, моя была первая задача – заработать. Заработать максимально денег и стать финансово независимым, жить более достойно. Тратишь время, ты должен совершенно, как бы, чтобы оно у тебя было оплачено. Но когда я познакомился с этими людьми в компании, вы знаете, я почувствовал себя, ну, вторую семью, наверное, когда окружен заботой, любовью, теплом и таким вот, и то деньги, как бы, отходят на второй план. Сегодня я мощно двигаюсь вперед в этом бизнесе. У меня великолепная команда. На сегодняшний день бизнес в 10 странах мира развивается. Это великолепнейшая возможность, которая, ну, дана каждому человеку. Вы знаете, я глубоко верую, что в ближайшие год-два в нашу компанию придут сотни и тысяч людей, которые возьмут тему эту и будут развивать. Почему? Потому что, первое, человек, он рожден быть свободным. Он рожден быть независимым. И я на сегодняшний день не знаю большего блага, чем быть свободным человеком. И если вы чувствуете, что вы любите свободу, то ваше место рядом с нами. Я зову вас в нашу команду. Я хочу, чтобы вы развивались, чтобы вы получили мечту и думали о каждом дне будущем с радостью. Особо хочу сказать, выразить вот эту мысль, что с каждым годом, к сожалению, сил становится меньше, здоровье становится хуже, денег нам нужно больше и больше, а зарабатываем мы меньше и меньше. К сожалению, мы не нужны государству, тем более частному бизнесу. То есть люди моего возраста не могут надеяться только лишь на себя самого. И когда я пришел в вот эту тему, вы знаете, появилась вера, появилась надежда. Я сегодня реализую свои мечты. Вы знаете, я часто говорю с людьми моего возраста, и я начинаю понимать, большинство этих людей в прошлом, они бывшие начальники, они бывшие директора, они бывшие инженера и так далее, и так далее. И в будущем огромные планы, огромные цели, и вместе с моей командой, которая сегодня приходит, мы осуществим эти планы и цели. Ну, в заключение хочу сказать слова благодарности тем людям, которые привели меня в эту тему. Ну, прежде всего, Владимир Ильич, спасибо огромное тебе, Василию, за то, что ты не забыл позвать меня в эту тему и пригласить. Елена Рыбальченко, великолепная девушка, вы знаете, это талантливый человек, это педагог, это учитель, это воспитатель, она младше меня. Но мудрость, вот этот ум, умение говорить, оно как-то легло мне на сердце и помогает мне двигаться. Жанна, Жанна Васильевна Платунова, это тот человек, у которого мы сегодня находимся в гостях, у которой мы учимся, она нас обучает. И вы знаете, сегодня я понял одну вещь, нужно иногда покорять себя, нужно покориться, подчиниться. И вы знаете, это великая вещь. Ольга Нилова, не могу не сказать об этом человеке, в 2009 году, когда они с Жанночкой вернулись в Боливию, они показали картинку будущего. Вы знаете, нас было тогда всего 75 человек, и я увидел эти глаза, я увидел веру в будущее, и я поверил. Вы знаете, я не ошибся. Я рад и счастлив, что я двигаюсь, и желаю вам добра, счастья и здоровья всем. Сегодня 13 апреля 2013 года, и мы находимся в Бельбекской долине. Горы справа, горы слева, вокруг прекрасный черешневый сад. Жизнь, и мы наслаждаемся на полную катушку. У нас только буквально вчера закончился 5-дневный лидерский марафон в Ялте. Это спецтренинг для лидеров высокой квалификации. 15 человек 5 дней усердно трудились, участвовали в этом лидерском марафоне. Классные ребята, классная работа. Это люди, которые знают систему и уважают систему. Это люди, которые знают техники и умеют эти техники передавать. Вопрос, зачем они собрались? Что мы делали? Для чего? Ответ. Для того, чтобы понять, понять, что мы команда, понять, что самое главное делается тогда, когда есть общий мозговой штурм. И, конечно, понять свои личные какие-то качества, какие-то личные осознания. Вам интересно узнать, что мы осознали, что мы поняли, к чему пришли? Я вам отвечу. Здесь две вещи, без которых ты никогда не построишь ни команду, ни бизнес. Эти две вещи, они называются доверие и умение не сопротивляться. Это очень важно, когда ты приходишь в бизнес, когда ты новичок, или даже, когда ты уже не новичок, когда ты строишь этот бизнес, или когда даже ты много лет уже в бизнесе. Очень важно уметь не сопротивляться, доверять на 100%. И тогда у тебя все получится. Тогда любая техника, она идет тебе в руки. Тогда любая система, она работает на тебя. Мы отработали очень классную новую технику, новую систему быстрого и эффективного построения бизнеса. И я уверена в том, что ваши лидеры, они поделятся с вами, они вам об этом расскажут. Я могу сказать вам только кратко, что если придерживаться этой системы, если выполнять ее в течение 90 дней, это такое несложное дело, делать просто телефоны и звонки в определенной системе, в определенном количестве. Если это делать на протяжении 90 дней, то есть 3 месяцев, вам гарантирован доход как минимум 5-7 тысяч долларов. Это гарантированный доход, на который вы можете выйти. Ради этого стоит ведь прислушаться к этой системе, стоит понять, что это такое и, конечно, на 100% доверять. Что бы мне хотелось всем пожелать? Будьте в 1000% доверии, не сопротивляйтесь, наслаждайтесь жизнью, любите то, что есть вокруг вас. И тогда все техники, все системы, они будут всегда работать на вас. И помните, что в этой жизни есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Живите и наслаждайтесь. Меня зовут Ольга Нилова, и мы находимся сейчас в самых красивейших местах Крыма. Я всегда говорила и говорю, что за перевалом жизни нет. И это в этом есть смысл. Посмотрите на эту красоту. 12 апостолов перед нами. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Вы знаете, я не случайно села вот в такой вот детского вот такого ослика. Потому что в самом деле мы в своей жизни иногда настолько бываем упрямы, сопротивляемся чему? В первую очередь своему успеху. Каждый человек хочет быть богатым. Это нормально, потому что Бог и богатство имеют один корень. Каждый человек хочет быть счастливым. И это нормально, потому что счастье – это то, что нам даровал Господь Бог. Каждый человек хочет быть щедрым, потому что на сегодняшний день – это компания, которая отвечает щедростью. И она дает нам очень мощные промоушены. Это компания, которая дает нам любовь. И я вижу очень огромное количество благотворительных проектов, которые компания инвестирует на сегодняшний день во всем мире, в том числе и в странах СНГ. У нас есть потрясающие инструменты. У нас есть суперлидеры. И я вам с огромной ответственностью говорю, что таких лидеров, как у нас, ну, считанные. Я не хочу сказать, что их не существует. Они есть, но их считанное количество в мире. У нас есть потрясающие люди. Знаете почему? Потому что они просто хотят жить. Жить достойной жизни. И дать своим детям достойную жизнь. Продолжение следует. Продолжение следует...